Красота, а не дорога. Еще везде информация, а вот бы везде такие дорожки были. Так примерно и должны обозначаться ремонтные работы. Все информативненько. Заметно никак ты тут не проскочишь, как бывают разные случаи роликов в интернете. Вот теплотная дорога. Все окружено. То есть там сначала на электронном плакате была информация. Потом она дублируется знаками. И вон только где они происходят, ремонтные работы. А у нас по факту что встречается, что вот он будет дорожник, либо будет знак, либо знак вообще не будет, что тут что-то происходит. А почему везде нельзя сделать так? Ну ладно, едем дальше. Так мы подъезжаем к пункту занимания. Платы были. За платную дорогу. Вон тут сколько окон. Хочешь куда? Хочешь туда, хочешь сюда. Так, ну нам для грузовиков надо сюда. Сим-сим откройся. И все. Ваш транспондер принят. Едем дальше на выгрузку. Сейчас выезжаем на КАД. С КАДу уходим на Московское шоссе. И едем до места выгрузки. Тут осталось совсем немножко. Шпиль видать этот Газпромский. На камеру не очень. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. И вам привет. Кстати, вот тут вот с платки выходишь на КАД и потом на ЗСД. Вот на ЗСД нам надо будет. Мы поедем в порт грузиться. Тоже очень интересная дорога. Мне очень нравится по ней ездить. Необычно. Я первый раз ее полностью проехал. Конечно, очень интересно. Питер вообще очень интересный, красивый город. Его просто весь обойти нереально. Но оно очень красивое. Едем на выгрузку. Место выгрузки. Это у нас тут терминал деловой линии. За ним нам надо поворачивать. Кстати, погода сегодня прекрасная в Питере. Сколько у нас тут? 20 градусов. Обалдеть. Сейчас заедем на место выгрузки и узнаем. Обычно там вечно какая-то проблема. То не проплачено, то еще что-нибудь. Никогда туда просто не заедешь. Стоишь и ждешь. Будем надеяться. Потому что у нас на завтра уже погрузка. Там можно. Сколько дешевые. Которые. Которые. Ставляем. Их уже не наполняем. Неравними. На территорию. слава богу, все удачно, такие вот тут погрузчики ездят, блин, да не пищи ты, что-то я тут немножко заблудился, найти не могу, кошмар, что тут был, пожар, где тут временный второй склад, налево повернешь, а там разберешься, блин, походу не разберусь я, вот эти вот ездят, здоровые, блин, ужас, куда ехать, ну вроде разобрались, нашли, правда на обед попали, сейчас надо будет к этой эстакаде задом запарковаться, ремешок пищит, ремешок, пристегните ремни, говорит, мы полетели, полоски нарисованы, нормально, сейчас встанем, удерживаем две секунды для черепашки и поехали парковаться, россия, Продолжение следует... Ну и хорошее. Вылазим просмотреть проделанную работу. Ну, вроде... Гуд. Так. Трещит, все хрустит. Тяжелый. Ну, все. Пойдем обедать. Да, еще хотел такую фишку в этом видео показать. Все-таки у меня канал обзор автомобиля Ивека. Я сейчас покажу, как на ней, не снимая клеммы, удалять ошибки. При помощи... вот с помощью мультируля. Заходим мы в меню. Нажимаем ОК. Вот, у нас вылезло. Так, стрелками мы переключаем на диагностика. Если мы нажимаем ОК, у нас вот вылазит. Ну и ошибки тут показывает. Так, ОК, мы опять нажали. Тут нам надо нажать Минус. И потом, удерживая Минус, нажимаем ОК. И примерно влазит вот такое вот меню. То есть... И теперь нам нужна вот вторая, именно вторая строчка вот этой кнопкой. То есть не всех русский язык есть. Вот, есть. Вот такая вот удалить. Чтобы туда поставить, нам надо плюс поставить. Плюсик нажимаем. Удалить. Нажимаем ОК. ОК. И вылазит у нас код. Код обычно пятизначный. Это 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот, один ОК. 2, ОК. 3, 4, 5. И переходим на ключик. И все. Вот, строчка пустая. Ну, у меня не было ошибки. Это все было показатели. То есть у вас, когда что-то горит красным, и вам надо ее удалить, не обязательно скидывать. Клема. Вот, как-то так. Вот так. Подписывайтесь. Так. Продолжение следует...